ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ И убежали Чего это она? Да у нее кто-то весь дом разрисовал Ладно, мы что-нибудь красивое нарисовали А то буквы, стрелки какие-то непонятные, линии А, так это граффити, наверное? Да мне все равно, что это Некрасиво же Вот если бы на каждом доме картина настоящая Да ну, тебе же через неделю надоест Если бы они каждый день менялись Ты еще скажи каждый час Не бывает, чтобы дом все время менялся Здравствуйте Итак, вы считаете, что дом не может меняться? А я знаю дом, который меняется постоянно Каждый день? Не каждый день, а каждую ночь Днем это самое обыкновенное офисное здание Люди в нем не живут, а работают И вот вечером, когда этот дом пустеет Начинается чудо Но я, кажется, не сказала, что это за дом и где он находится Ага Это башня Дексия И находится она в столице Бельгии, в Брюсселе А чудо-то какое! Как только наступают сумерки, здание начинает светиться Ну и что? У нас в Москве тоже ночная подсветка на разных зданиях Перестань меня перебивать, и тогда узнаешь Итак, днем 38-этажное здание совсем обычное Небоскреб, как небоскреб Но ночью эта многоэтажная коробка превращается в светящийся остров Потому что почти все окна башни, а их 6 тысяч, подсвечены специальными лампами По 12 на каждое окно В каждой лампе по 3 светодиода разного цвета Итого больше 150 тысяч светящихся точек Из них складывают простые и сложные узоры Создают настоящие картины Можно просто залить всю башню каким-нибудь одним цветом Написать приветствие А когда цветные точки начинают двигаться Кажется, что огромный дом колышется, как пламя Или как гигантский фонтан Я слушаю тебя, Ёлкина А кто все это рисует? Хороший вопрос Башня Дексия потому и популярна, что рисовать на ней может кто угодно Любой прохожий, хоть брюсселец, хоть турист Потому что на площади возле здания установлена панель управления Она похожа на большой плоский телевизор И рисуют на ней пальцами, безо всякой клавиатуры И с помощью этой сенсорной панели я все слышу С ее помощью туристы и жители города могут в любой момент Поменять картинку на башне Дексия Вот здорово! Тебе бы, Ёлка, такую штуку к твоей пятиэтажке Барабасов, твое предложение не самое удачное Ведь если жилой дом будет так светиться по ночам Его обитатели не смогут заснуть Поэтому брюссельцы и выбрали здание, в котором в темное время суток никого нет Кстати, перед уходом с работы хозяин каждого кабинета Обязан плотно закрыть окна специальными жалюзи И еще Светящуюся башню используют как термометр Если она стала фиолетовой, значит на улице минус шесть градусов Синяя, температура минус четыре Голубая, минус два и так далее Удобно! Главное, цвета выучить Ага, вот бы нам так А то мама вечно твердит Надо не по сезону одеваться, а по градуснику А градусник все никак не купит Вот видишь, елка, всегда есть выход Надо с вашим домом тоже что-нибудь такое сделать Как в Брюсселе с этой башней Ты что, не слышал? Это все для жилых домов не годится А кое-где ребят за граффити не гоняют А наоборот просят, чтобы они дома раскрасили Но нарисовали что-нибудь такое Чтобы всем понравилось Пейзаж там какой-нибудь Или портрет Супермена Да? Здорово! А вот увижу их и поговорю Если, конечно, догоню Уроки Чудесоведения Компания Чудесоведения Субтитры создавал DimaTorzok